НЛМК и ММК. Анонс рекордных дивидендов. Продолжаем держать акции? Приветствую вас! Меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсоветник. Продолжаем тестировать формат комментариев по горячим рыночным новостям. И не только отвечаем на ваши запросы из комментариев, но и если по каким-то акциям поступили какие-то интересные внезапные новости, то их тоже стараемся обсудить в комментариях. Пишите, пожалуйста, насколько вам такой формат нравится или не нравится. Плюс пожелания по тем будущих видео. Мы к ним в последующих видео тоже непременно вернемся. И в этом видео обсудим с вами новость, которая подъехала вчера. Это новость про дивиденды металлургических компаний НЛМК и ММК. Совет директоров компании рекомендовали дивиденды. Эти дивиденды и там, и там будут являться рекордными в истории компании. Кроме того, на прошлой неделе была рекомендация дивидендов от Северсталя. И там тоже рекордные дивиденды. И возникает вопрос, что делать с акциями этих компаний в данной ситуации. Вопрос первый, собственно, да, по фактам. Какие дивиденды были рекомендованы по каждой акции, когда это произошло? Вот новости от 22 июля, то есть вчерашние новости. НЛМК опубликовала финансовые показатели за второй квартал 2021 года. И в частности здесь есть информация про размер дивидендов. Там рекомендуется дивиденды за второй квартал в размере 13,62 рубля на одну акцию. По ММК ровно такая же ситуация. Там дивиденды 3,53 рубля на одну акцию за квартал. Ну и по Северстале на прошлой неделе рекомендация была 84,45 рубля на одну акцию. Если посмотреть на историю дивидендов по компаниям, то видно, что это рекордный дивиденд. Ну, например, начнем с НЛМК и увидим, что текущие 13,62 это чуть ли не в два раза больше стандартных дивидендов. И в прошлом НЛМК платил дивиденды за предыдущий квартал 7,71, 7,25. Здесь бывали дивиденды и по 3,4 рубля, а теперь целых 13 рублей. Кто-то может сказать, что во всех трех случаях это еще не дивиденды, это только рекомендации совета директоров. То есть еще не утвержденные дивиденды отцечки. Но мы помним, что во всех трех случаях у компании есть контролирующие акционеры. В случае с Норильским никелем это, соответственно, Лисин, у ММК Рашников, у Северсталя Мардашов. И я не припомню случаев, чтобы в этих компаниях рекомендованные дивиденды не утверждались. То есть, когда есть какой-то большой пакет акций, скажем, там 80% НЛМК у Лисина, то понятно, что рекомендации совета директоров, скорее всего, будут одобряться собранием акционеров. Ну, в частности, тем же самым Лисином, у которого 80% в компании. То же самое с ММК и Северсталь. Соответственно, можно считать, что с гигантской вероятностью эти дивиденды пополнят раздел дивидендных отсечек. И здесь будет вот такой сильный рост дивидендов. Если учесть вот эти дивиденды, скажем, в случае с НЛМК, то мы суммарно можем получить дивидендную доходность 14%. Если мы учтем вот эти 13,62 плюс 3 предыдущие дивидендные выплаты. 14% дивидендной доходности это очень круто. Дело в том, что металлургические компании на российском рынке в последние годы являются очень такими хорошими дивидендами и приносят очень такие вот хорошие выплаты. И даже сейчас, без учета вот этих рекомендованных дивидендов, все равно у НЛМК дивиденд доходность больше 10, ММК и Северсталь в районе 8 с новыми дивидендами. Да, там НЛМК 14%. Ну, ММК и Северсталь тоже такой существенный рост. И, в общем-то, это весьма интересные акции. Возникает вопрос, что делать с этими акциями в такой ситуации. Важно здесь не забыть очень важный момент. Он связан с тем, что была история про дополнительные пошлины на металлургов. И это те пошлины, которые будут с августа введены. Помним, что сейчас компании отчитали за второй квартал 2021 года. Второй квартал закончился в июне. То есть, пошлины, которые будут введены с августа, еще в этих показателях не учтены. И то, насколько сильно повлияют вот эти августовские пошлины, мы узнаем только по результатам третьего квартала. Поэтому, лично моя стратегия следующая. Из металлургов я на данный момент держу акции НЛМК. Ну, если посмотреть на таблицу сектора, можно увидеть, что у НЛМК наибольшая дивидендная доходность. Но, впрочем, обычно все три металлурга российского рынка идут в плюс-минус в одном направлении. Либо все вместе растут, либо все вместе падают. Тут не супергигантская разница между ними. Я просто выбрал ту компанию, которая дивиденды больше всего. Но руку на пульсе стоит держать. Дело в том, что у НЛМК уже был период, как и у других металлургов, когда у них был цикл высоких дивидендов. И все было хорошо. А затем дивиденды стали резко снижаться. Это был, например, последний раз в 2019 году. Такой вот циклический сначала был рост. Ну, и потом спад. И вот здесь очень хорошо видно, что в такие моменты, когда начинают разворачиваться финансовые показатели вниз, очень полезно сбросить акции. Мы сейчас, видя график НЛМК, Северстали, ММК, конечно, видим, вот если бы их купить вот здесь вот на дне 2020 года, там акции с тех пор выросли в два раза. Вот, ну, это, скажем, да, не означает, что акции всегда растут. Например, на пике 2019 года НЛМК стоило 185 рублей, а на дне 2020 100 рублей. То есть падение от пика до дна за год составило почти 50%. Ну, примерно 40% в такой вот диапазон. Вот, значит, и поэтому важно вот этот момент попытаться, скажем так, увидеть. И как только будет снижение дивидендов у металлургов, лично я планирую от позиций избавить. Соответственно, резюме следующее. По металлургам высокие дивиденды. Я держу бумаги НЛМК. Дивидендная доходность НЛМК с учетом рекомендованных дивидендов 14%. Не исключено, что и за третий квартал будут тоже весьма крутые дивиденды. Но очень важно держать руку на пульсе. Металлурги сейчас не кажутся историей, что я могу спокойно купить и забыть. Это история, где нужно следить за дивидендами, следить за пошлинами. И в нужный момент, скорее всего, за этих акций после волны роста нужно будет выскочить. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Лайк, подписывайся, комментарий, колокольчик всячески приветствуются. Пожелания по темам будущих видео тоже пишите в комментариях. Плюс напишите, как вам такой формат новостного апдейта, обновления по текущей ситуации. Также напомню, что если вас интересуют мои конкретные действия в портфеле, то у нас из сервиса Invest.id можно подписаться просто. Можно вместе с программой. Программа для начинающих инвесторов стартует уже завтра вечером. Ссылочки будут в описании видео и в закрепленном комментарии. Большое спасибо за внимание. Желаю вам успешных инвестиций.